Девушки отдыхают Девушки отдыхают От первой по пятой лекции Тема номер один Танцы актуальны в современном астральном искусстве Современный танец Это самостоятельная форма Искусства, где по-новому соединились Движения, музыка Свет и краски Где тело действительно обрело Свой полнокровный язык Современный танец Убеждает людей в том, что Искусство есть продолжение жизни И подтяжение себя Что им может заниматься Каждый, если преодолеет В себе лень и страх Современный танец В отличие от классического танца Впитывает в себя Все сегодняшнее Его окружающее Он подвижен И непредсказуем И не хочет обладать Каким-то Правилами Канонами Он пытается Воплотить В хореографическую форму Окружающую жизнь Ее новые ритмы Новые манеры В общем Создает Новую пластику Поэтому Современный танец Интересен И близок К молодому поколению Сейчас В нашей стране Происходит Подъем Современного танца Он живет И активно Развивается Наряду Другими Видами Хореографического Искусства Существуют Различные Школы Трупы Театры Современного Танца Которые Отличаются Свеобразным Стилем Танцевания Ведь Современная Хореография Это прежде всего Авторская Хореография Она Стремится Выразить Все Устремления Сложного Противоречивого Внутреннего Мира Человека Противоречивого Внутреннего Мира Человека Помогает Понять Самих Себя Запутавшихся В сложном Лабиринте Собственных Действий И Помыслов Танец Является Неотъемлемой Частью Пластической Культуры Человека Воспитание Танцевальной Пластической Культуры Начинается С познания И развития Опорно-двигательного Аппарата Танцовщика Чтобы Пройти Через Сознательное Управление Своим Телом К бессознательному Использованию Танцевальных Движений Необходимо Научиться Выполнять Простейшие Танцевальные Упражнения И движения В основе Танцевальной Школы Лежит Не тренирующий А обучающий И воспитывающий Факт Сцена Сцена Требует От исполнителя Умения Приобретать И развивать Навыки Но для этого Необходимо Обладать Определенной Танцевальной Подготовкой Качество Танцевальной Подготовки Необходимой Танцевщику И хореографу Определяется Его готовность К выполнению Поставленных Задач Поэтому В процессе Воспитания Перед обучающимся Ставится Задача Различных Технических Трудностей Решение Которых Основано На разнообразных Видах И формах Танца Творческое Воспитание Направлено На поиск Решения Задач Психофизического Действия С использованием Полученных Знаний И с поиском Новых Уровень Танцевальных Знаний Полученных Обучающимся Определяется Его Собственностью Решать Задачи В различных Предлагаемых Обстоятельствах Средствами Танца Современный Танец Направление Искусства Танца Включающие Танцевальные Техники В стиле 20-х Начало 21-х Веков Сформировавшиеся На основе Американского И европейского Танца Модерн И танца Постмодерн В данном Направлении Танец Рассматривается Как инструмент Для развития Тела Танцовщика И формирования Его Индивидуальной Хореографической Лексики Средствами Этого Выступает Синтез Актуализация И развитие Различных Техник И танцевальных Стилей Для современного Танца Характерна Исследовательская Направленность Обусловленная Взаимодействием Танца С постоянно Развивающейся Философией Движений И комплексом Знаний О возможностях Человеческого Тела Свободный Пластический Танец Новый Вид Танца Рождается На рубеже 20 веков И благодаря Прежде всего Осидоре Дункан Осидора Подвигает Новую Философскую И художественную Основную На античном Идеале Гармонического Развития Человека Концепцию Танца Будущего Дункан Стремится Сделать Танец Выражением Личности Отражением Неповторимой Человеческой Индивидуальности Инструментом Самопознания Дункан Ценит Станца Изначальную Экспрессию Человеческого Тела Выражающиеся Во Взаиморасположении Различных Его частей Отсюда Эпитет Пластический Дункан Реформировала Искусство Танц Что заключалось В гармоничном Слиянии Всех Его Компонентов Музыки Пластики Костюма Она Разработала Многие Идеи Приемы Танца Лучшие Из которых Вошли В сокровища Мирового Хореографического Искусства Джазовый танец Это танцевальная Техника Которая Преподается Во всех Профессиональных Танцевальных Школах Мира Она Имеет Афроамериканские Корни И представляет Собой Микс Разных Танцевальных Направлений В принципе Джаз Джаза Закладывались Вне музыкальной Направления Джаза И в общем Не имеют К нему Отношения Поэтому Необходимо Разделять Джаз Как музыкальное Направление И как Танцевальную Технику В процессе Своего Развития Джазового Танца Светал С себя Элементы Разных Танцевальных Направлений Классического Танца Модерн Танца Степа Уличной Хореографии И стал Современным Академичным Стилем Основная Суть Джаза Свобода Движения Хорошая Техника И мощная Энергетика Джаз Развивает Пластику Который Помогает При Исполнении Других Направлений Хорошо Растанцовывает Развивает Координацию Джазовая Хореография Активно Используется В известных Мюзиклах И в Выступлениях Многих Звезд Шоп-бизнеса Тема Номер 2 Поведение Танцора На сцене И его Внешний Вид В танце Как в явлении Социального Существует Свой Этикет В разной Эпохи В разных Странах Были Свои Правила Поведения Для Исполнителей Педагогов И Зрителей Несмотря На Временные И территориальные Различия В наши дни Сформировался Ряд Правил Танцора Найти В основном Эти Правила Передуются От Педагога К Педагогу При выборе Детского Танцевального Коллектива Для Своего Ребенка Каждый Родитель Должен Узнать Общие Правила Танцевального Этикета Соблюдение Этих Правил В коллективе Говорит О высоком Уровне Педагога Хореографа В помощь Сим Педагогам Пронзорам И любителям Этого Вида Искусства Нейши Перечислены Основные Важные Правила Хореографического Этикета Общие Правила Первое Когда исполнитель Делает поклон Все должны Встать Это является Проявлением Уважения К артисту И его Творчеству На сцене Поклон Обычно Исполняется В конце Представления На уроке Танцевальном Классе Исполнители Делают поклон В начале И в конце Урока Запрещается Входить В танцевальный Класс И на сцену Сжевательная Резинка Конфеты И так далее Запрещается Входить На танцевальный Класс И на сцену С телефоном Планшетом Запрещается Пить Во время Занятия Так как Это Расслабляет Мышцы Тема Номер Три Общие Требования К внешнему Виду На уроках Хореографии Прическа Шишка Белый Купальник Для танцев Юбочек Из легкой Ткани До середины Бедра Белые Колготки Танцевальные Обувь Мужское Белая Футболка Танцевальный Камедон Лосиный Танцевальные Шорты Белые Носки Танцевальные Обувь Запрещены Любые Аксессуары Часы Сережки Кольца Цепочки Браслеты Белые Репетиции Мог Контролировать Танцевальные Общие С костюмом Качественные Освещения Считается Угол Направленного Потока Света Для процесса Синического Освещения Важны Некоторые Правила Освещение Это часть Действия Которая Подчеркивает Ключевые События Поступления Управляет Вниманием Людей Сидящих Залей Схема Размещения Светового Оборудования Зависит От направления Конкретного Мероприятия И тщательно Планируется Заранее Количество Оборудования Выбирает Согласно Поставленные Задачи И размеры Конкретной Сцены Для Значительных Площадок Монтируются Многоуровневые Конструкции Подсветки Для Мероприятия Режиссер И сценограф Разрабатывает Клияние Света На действии Заранее Отрабатывает Несколько Вариантов Варианты Освещения Все Освещения Сцены Подразделяются По виду Расположению И мощности Ламп А также Количество Зависит От габаритов Концертного Зала Рассмотрим Подробнее Существующие Варианты Статические Используют Во время Концертов Театральных Постановок Для Полноценного Восприятия Действия Данный Вид Подчеркивает Отдельные Части Сцены Актерскую Игру Образы Созданные С помощью Костюма Игрей А также Декорации Динамическое Используют Как элемент Шоу Подходит Для веселых Конкурсов И для Яркого Оформления Прерывов Между Номерами Внимание Зрителей Переключается Согласно Сценарию Вероприятия Фоновые Это Прожекторы Которые Используются Для заливки Пространства Чтобы Основать Тени Декоративные Это Световые Экраны Для Сцены Использование Лазерных Цветных Светильников Цвета На сцене Двигаются В такте Музыки С помощью Оборудования Спецэффекты Создаются Специальным Стробоскопом Специальным Стробоскопом Который Предназначен Создавать Световые Эффекты Переходы Цвета Подвижные Рисунки Лазеры И зеркальные Системы Световая Аппаратура Многообразна И важна Выбирать Правильный Вариант Подсветки Когда Основных Углов Падения Луча Будет Несколько Разработано Несколько Видов Монтажа А каждый Из них Требует Коклетного Оборудования Схема Освещения Верхняя Представляет Собой Прожекторы Или Софиты Установленные В нескольких Рядов Над Пространством Сцены Разделяются Условно На правый Второй Третий План Боковое Это оборудование Устанавливается По бокам От кулисы На Портальные Галереи Выносные Выносное Освещение Освещение По краю Сцены Бывает Расположено По переднему Периметру Сцены А также На Осветительных Балконах Горизонтальное Это Специализированный Задник Полукруглой Формы Подчеркивает Видимый Горизонт Из Портера Освещение Одним Источником Света Самый Сложный Для Творческой Реализации Вариант Освещенности Представим Одним Источником Подходит Для Выступления Солиста Или Чтеца Реализовать Задачу Можно При Расположении Светильников На Большом Расстоянии От Сцены Следует Правильно Выбирать Мощность Прибора Чтобы Исполнительные На сцене Были В комфортном Луче Света Поток Из Одного Софита Не Используют Для Перемещения Света Или Анкетирования На Определенных Участках Такой Вид Подсветки Подходит Для Оборудования Артового Зала Учебного Заведения Следует Помнить Что От Размера Светильника Зависит Яркость Тени Маленький Прожан Отдают Самую Контрастную Тень Освещение Несколькими Источниками Света Как Правило На Мероприятии Используют Сразу Несколько Источников Света Одновременно При Правильной Поставленной Задаче И Наличие Оборудования Легко Решается На Концертах Оборудование Устанавливают Так Устанавливают Так Чтобы Охватить Несколько Планов Кажда Из которых Требует Наличие Ранных Систем Прожекторов Использование Нескольких Типов Светильников Позволяет Работать В пределах Схемы Действия На Сцене Схема Освещения Сцены Все Пространство Сцены Делят На Части Участники За каждым Из которых Закрепляется Оборудование И Регулируется Освещение В соответствии С сценарием Задний План Освещают Дополнительно Если Требуется Создать Объем И глубину На сцене Для того Чтобы Грамотно Организовать Освещение Сцены Необходимо Учитывать План Реализации Проекта Действовать Согласно Замыслу Сценографа А также Наших Рекомендаций Подобрать Осветительные Приборы И расположить Оборудование Таким образом Чтобы Мероприятие Получилось Качественным И Незабываемым Важно Для Имиджа Организации Итак Вас ожидает Лекция Шестой По десятой Приятного Вам Рассмотрим Его Основой Стал Танец Модерн А Идейной Вдохновительницей Асидора Дункан Желавшая Создать Стиль Противоположный К классическому Балету Но Максимально Выразительно И даже Отчасти Театрально Танцовщица Решила Уйти От Линейных Элементов И Традиционного Развития Композиции До Достижения Кульминации Что И Стало Начало Контемпорали Достойным Приложителем Дела Асидоры Стал Мерс Каннинген Преподавший Независимый Взгляд На Контемпорали Оставший Первым Хореографом Реализовавшим Композиции В этом Стиле А Танцовщики Чарльз Уэйдман И Дорис Хампри Работающие Жанре Модерн Создали Теорию Баланса Тела Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 Субтитры добавил DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok